А в Таджикистане этой холодной зимой жители все больше времени проводят дома, принимают гостей и угощают чаем. Это, кстати, один из главных напитков в стране. Фарангес Шазедова об особенностях чаепития в Душанбе. Для Саади Саидова заваривать чай – целая традиция. В его меню более 10 видов горячего напитка с фруктами, ягодами и лечебными травами. Профессия чайханщика передалась ему по наследству. Сначала в Чайхане Руха отработал отец, его дело решил продолжить и Саади. Зимой в день заваривает более 50 чайников полезного чая. Зимой самый лучший чай получается из черных чайных листьев. Из всех сортов именно он оказывает мощное согревающее действие. Обладая мягким, приятным вкусом и нейтральным ароматом, черный чай идеально сочетается с любыми ингредиентами, будь то ягоды, травы или коренья. В этом году зима в Таджикистане холоднее, чем обычно. Дождь, снег, туман, солнце почти не видно. В прошлом году было теплее. Таджикистанцам, больше привыкшим к жаре, такие сюрпризы погоды не по душе. Чтобы согреться, жители постоянно пьют горячие напитки. Чаще всего с добавлением различных местных трав. Есть простые чаи. Их заваривают только с добавлением одного вида растения. Это может быть ромашка, душица, мята или солодка. Также можно заварить травяной сбор с добавлением лимона. Лимон – природный лекарь в борьбе с простудными заболеваниями, говорят специалисты народной медицины. Он помогает укрепить защитные силы организма и является отличным средством профилактики простудных заболеваний. Поэтому зимой этот фрукт популярен. Вместо черного чая во время простуды рекомендуют использовать цветок ромашки. Цветок ромашки полезен при простуде. Выводит мокроту, открывает дыхательные пути. Январьская погода в Таджикистане – одна из самых капризных в году. Атмосферное давление будет меняться. Намечаются и перепады температуры. От минус 4 градусов ночью до плюс 11 градусов днем. Фарангер Шозедова, Парвиз Манонов, МИР24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова